23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод. Эта знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный День всех мужчин. В честь этого праздника в Кумертау прошел митинг в Парке Победы. День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин, которые отдали себя служению Родине. Благодаря им мы сейчас живем под чистым мирным небом. В Великой Отечественной войне и афганских войнах они отставили свободу. Все, кто правдой служил и служит Отечеству, снова собрались в Парке Победы, чтобы поздравить друг друга, отдать дань уважению живым и почтить память павших. В этот день мы честуем тех, кто несет ратную службу, обеспечивает суверенитет и безопасность нашей страны. С гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые бесстрашно противостояли любым посягательствам на независимость нашей Родины. Даже в мирное время армия всегда должна быть готова к защите своего Отечества, говорит Рамиль Наилевич. Тем, кто однажды раз и навсегда решил связать свою жизнь с таким достойным делом, как служение Родине, всегда нужно помнить о том, что в их руках находится мир и жизнь целого народа. Воспитывает своих сыновей настоящими мужчинами, такими, как те, которые в разные периоды отстаивали свободу. Глава администрации городского округа Борис Беляев в своем выступлении отметил, что Кумертал вносит российской армии огромный вклад в оснащение боевой техники. Поздравляем наших авиастроителей и военное представительство авиационного завода, создателей самых надежных вертолетов, охраняющих безопасность на границах и внутри страны. Уважаемые горожане, примите искренние поздравления с общенародным и любимым праздником с Днём Защитника Отечества. Значение этого слова, этого дня во все времена имеет особую ценность. Уважать и помнить великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, обязанность молодого поколения. Первые лица города, ветераны войны, представители общественных организаций и жители города На митинге почтили память погибших воинов минуты молчания. А на гранитные плиты вечного огня легли огненно-красные цветы. Дорогие наши мужчины, от лица всех женщин и от себя лично, Поздравляю вас с прекрасным праздником, Днём Защитника Отечества. Хочется пожелать вам здоровья, счастья, любви, успехов, улыбок. Пусть вас женщины любят всегда и поддерживают, а вы поддерживайте нас.